Ставка на инфляцию Ставка на инфляцию Минфин разместил долговые бумаги с премией газета «Коммерсант» номер 235 от 20 декабря 2018 года, СТР. 8 Минфин продолжает выдерживать жесткую позицию в отношении покупателей суверенного долга. На минувших аукционах он разместил менее 15% предлагавшегося объема. Причем один выпуск Минфин предпочел вообще не размещать из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен. Участники рынка ожидают, что по мере ускорения инфляции акцент министерства будет и дальше смещаться в сторону инфляционных бумаг, которые оказались наиболее интересными для инвесторов. В среду Минфин предлагал к размещению долговые бумаги сразу трех выпусков двух стандартных ОФС с постоянным купонным доходом и одного с привязкой доходности к инфляции. Общий объем предложения составлял чуть больше 25 миллиардов рублей, что сопоставимо с размещениями последних двух месяцев. При этом результаты двух выпусков оказались неутешительными. Первый аукцион на 10 миллиардов рублей был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Двухлетние бумаги. Несмотря на спрос в размере более 12 миллиардов рублей, Минфин разместил всего на 1,15 миллиарда рублей и чуть более 10% от предложенного объема. В предыдущих размещениях Минфин нередко давал небольшую премию к вторичному рынку, поддерживая интерес к бумагам со стороны инвесторов, однако сейчас занимает все более жесткую позицию. Текущий низкий спрос стал результатом как конъюнктуры мировых рынков, так и падения цен на нефть и курса рубля. Фоновый фактор геополитической напряженности и ожидания новых санкций также не добавляют оптимизма инвесторам. В таких условиях покупатели требуют премию к доходностям вторичного рынка. А Минфин не готов ее давать, отмечает вице-президент по торговым операциям Альфа-банка Сергей Осмачек. Доходности овс не растут при размещении к таким действиям Минфина участники рынка уже привыкли, поэтому для них важнее был третий аукцион по размещению инфляционных облигаций. И он оказался более успешным, из объема 5,6 миллиарда рублей были размещены бумаги на 2,2 миллиарда рублей с доходностью 3,4% годовых. По словам старшего аналитика БКС Капитала Сергея Суверова, при размещении этих облигаций Минфину пришлось дать премию. Инвесторы считают их недостаточно доходными по сравнению с традиционными выпусками и пока не видят шоковых сценариев для инфляции и курса рубля. Отмечает господин Суверов. По оценкам аналитиков Рейфа-зинбанка, реальная доходность овс не в 3,4% годовых предполагает рост долгосрочной инфляции в среднем до 5,4%. Это может не произойти даже при заметном ослаблении рубля, эффект переноса которого нивелируется слабеющим потребительским спросом, подчеркивают аналитики банка. Ранее ведомство заявляло, что на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры и роста неопределенности планируют ежемесячно предлагать на аукционах инфляционные овс, возлагая на этот инструмент больше надежд. По словам аналитиков, по мере роста инфляционных ожиданий интерес к бумагам может вырасти. При улучшении внешнего фона на последующих аукционах можно ожидать некоторой активизации спроса на долговые бумаги с плавающей ставкой на фоне дальнейшего ускорения инфляции. Исходя из недельных данных, в годовом выражении на 17 декабря инфляция могла ускориться до 4,1%, в результате чего реализуется риск ускорения инфляции по итогам года до 4,2-4,5%, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков промсвизбанка Дмитрий Грицкевич. Виталий Гайдаев. Твердый знак оценил их плюсы и минусы. Читать далее.